Видим, что во второй скобке квадрат суммы. Посмотрите, что сейчас будет. Я запишу. Первую скобку оставляем без изменения. Во второй, вот квадрат первого числа, вот удвоенное произведение первого-второго, плюс квадрат второго числа. Х плюс 4 в квадрате. А все, что справа, перенесем влево с противоположным знаком сразу же. Вот. Сделали такое небольшое преобразование. Ну а теперь посмотрите. Многие советуют х плюс 4 взять за другую переменную. Но можно обойтись и без этого. Давайте х плюс 4 вынесем за скобки. Х плюс 4 выносим. В скобках остается. х минус 2. Видите, я вторые скобки умножить на х плюс 4. А от этого осталось минус 7. Скобка закрывается. Равно нулю. Все. Обратите внимание, вот здесь знак умножить. Произведение равно нулю. Если один из множителей равен нулю. Посмотрите, видите знак умножить? Первый множитель скобка х плюс 4. Второй множитель, вот эта большая скобка. Произведение двух множителей равно нулю. Значит, каждый из них равен нулю. х плюс 4 равно нулю. Или вся вот эта скобка равна нулю. И вот здесь, пожалуй, можно раскрыть сразу же скобки. х квадрат. Чтобы умножить скобку на скобку, надо каждое слагаемое в первой скобке умножить на каждое слагаемое во второй. х на х, х квадрат, х на 4, 4х. Минус 2 на х, минус 2х. Минус 2 на 4, минус 8. И тут минус 7. Равно нулю. Первое уравнение. Очень легко решается. х равно минус 4. Первый корень у нас есть. Давайте здесь рассуждать. Приводим подобное. х квадрат остается. 4х минус 2х. 4 чего-нибудь, минус 2 чего-нибудь. Конечно, будет 2 чего-нибудь. 2х. Минус 8, минус 7, минус 15. Равно нулю. Обычное квадратное уравнение. Хотите, решайте с помощью дискриминанта. Но здесь очень удобно решить с помощью теоремы Виетта. Сумма корней равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком. Уравнение приведенное. Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком. А произведение корней равно свободному члену. Минус 15. Ну давайте попробуем подобрать числа, которые при умножении дадут минус 15, а в сумме минус 2. Ну, минус 5 и 3. Минус 5 умножить на 3, минус 15. Минус 5 плюс 3, минус 2. Итак, один корень минус 5, другой корень 3. Ответ. Начинаем с меньшего. Минус 5, минус 4 и 3. Вот и все, ребятки. Итак, при решении этого уравнения нам пришлось правую часть перенести влево, увидеть во второй скобке квадрат суммы, общий множитель вынести за скобки и решать по правилу произведения равно нулю, если каждый из множителей равен нулю. Х равен минус 4, здесь квадратное уравнение. Я решил его с помощью теоремы Виета. Вы можете решить его с помощью, как вы говорите, все девятиклассники, восьмиклассники с помощью дискриминанта. Тем более, формула дискриминанта это разрешенная формула, ею можно пользоваться и так далее. Три корня. Можно проверить себя кубическое уравнение, поэтому три корня. Желаю удачи, дорогие друзья. Успехов на экзаменах. Всем привет.